Этим строителям работа в радость. Трудятся с улыбками на лице. Оно и неудивительно. Делают благое дело. Помогают появиться в городе еще одному объекту здравоохранения. Сейчас здесь подготовительные работы. Уже завершают устройства наружных инженерных сетей канализации. Важная часть подготовительных работ перед началом строительства подстанции – это, конечно, обустройство подпольной стены. Сделано это, естественно, в целях безопасности, чтобы гаражи, которые находятся за моей спиной вместе с грунтом в один не очень прекрасный момент не оказались на территории подстанции. Сейчас на месте подпорной стены металлическая сетка. Это так называемый скелет подпорки, который затем зальют бетоном. Уже в этом месяце начнут рыть котлован для самого здания подстанции скорой помощи. Оно будет трехэтажным. Один из этажей расположится под землей. Там будут находиться технические помещения, вентиляционная камера, теплопункт, электрощитовая. Для персонала, для отдыха, для хранения медикаментов. Подрядная организация из Москвы. По словам главы департамента капитального строительства, подрядчик уже зарекомендовал себя в нашем городе с хорошей стороны. Компания зарегистрировала на территории города Севастополь обособленное предприятие. Соответственно, все налоги будут уплачиваться в городе Севастополь. Они возвели нам на полгода раньше десятую подстанцию. Но, к сожалению, с долгими сроками технологических присоединений подстанция до сих пор не введена. Но в ближайшее время эти работы будут завершены, и уже врачи получат в ближайшее время это здание в эксплуатацию. А строительство этой подстанции должны завершить в конце 2022 года. Кроме того, территорию вокруг здания благоустроят. Проектом предусмотрено благоустройство территории, парковочные места и озеленение соответствующее. Новую подстанцию будут обслуживать четыре бригады. В состав каждой войдут водитель, врач и медсестра. Кстати, сейчас в Севастополе строят еще одну подстанцию скорой помощи на территории 5-й городской больницы. Светослав Данилов, Сергей Котляренко, Новости Севастополя.